Сегодня я приготовила для вас самые вкусные, самые быстрые 5 закусок на любой праздник и торжество. Ну, можно и на каждый день. Это очень быстро и вкусно. Меня зовут Юля и вы на канале Simple Food. Фаршированные яйца очень универсальная закуска. Я люблю разные фаршированные яйца. Они красиво смотрятся на столе, всегда вкусно получаются. И что немаловажно, это очень сытная закуска. Главное, что вы выберете в качестве начинки. Здесь я настоятельно рекомендую вам забыть про майонез. Поверьте, без него можно легко обойтись и результат вас точно не разочарует. Я предлагаю сделать фаршированные яйца с четырьмя очень оригинальными начинками. И вы, конечно же, помните, что это закуска из моего новогоднего меню. Если вы его еще не видели, ссылочку оставлю в описании. А для начала нужно нам отварить яйца. Охладите их и очистите. Кстати, как варить яйца, чтобы потом их удобно и очень легко чистить, я рассказала в одном из видео. Ссылочку обязательно оставлю в описании. Именно для этой закуски красиво очищенные яйца имеют значение. Всего у меня 12 яиц. Отделите желтки и разделите яйца на 4 равные части для разных начинок. Готовим первую начинку. Одну филе сельди нарезаем на небольшие кусочки и отправляем в чашу блендера. Туда же отправляем и 3 желтка. И половинку одной луковицы. Для кремовой текстуры добавим немного сливочного масла. Грамм 30. Теперь блендером измельчаем всю массу до однородного состояния. Вот и все. Первая начинка готова. Выкладываем начинку в половинки яиц и украшаем ее зеленью. У меня петрушка и измельченный желток. Яркая закуска с любимым вкусом. Такая закуска очень понравится мужчинам. Ведь она отлично сочетается со спиртными напитками. Готовим вторую начинку. Крабовые палочки мелко нарезаем или натираем на мелкой терке. Выкладываем в емкость с тремя желтками. Теперь нужно натереть на мелкой терке сыр. У меня плавленый, но можно взять и обычный твердый. Тоже выкладываем его в емкость. Заправляем начинку сметаной. Добавляем горчицу, перец и соль по вкусу. Хорошо все перемешиваем. И наша начинка готова. Выкладываем начинку в половинки яиц. Украшаем ломтиком огурца. И выкладываем красную икру. Если нет икры, посыпьте сверху тертым сыром. Украсть зеленью или оливками. А можно с одной стороны красиво выложить консервированную кукурузу. Очень вкусно и нарядно. Обязательно попробуйте. Третья начинка у нас будет такая. Желтки измельчаем вилкой, чтобы получилась мелкая крошка. Теперь нужно мелко нарезать оставшуюся половинку луковицы. Высыпаем лук в желтки. И добавляем примерно 20 г сливочного масла. Осталось добавить 80 г консервированного тунца. Можно заменить на любую другую рыбную консерву, которую больше всего любите. Хорошо разминаем вилкой, чтобы получилась однородная текстура. Третья начинка готова. Выкладываем начинку и украшаем. У меня в качестве украшения маслины, помидор и веточка розмарина для нарядности. Вкусная закуска с нежной и ароматной начинкой займет почетное место на праздничном столе. А четвертая начинка как раз для тех, кто не любит мясные или рыбные салаты. И просто для разнообразия. Желтки измельчаем вилкой, чтобы получилась мелкая крошка. Берем авокадо, разрезаем, вынимаем косточку и вынимаем мякоть. Нарезаем авокадо на небольшие кусочки и перекладываем в емкость. Высыпаем авокадо в емкость желтком, добавляем лимонный сок и соль по вкусу. Все хорошо разминаем вилкой до однородного состояния, чтобы получилась вот такая вот кашица. Вот и все. Четвертая начинка готова. Выкладываем в половинки яиц и украшаем. У меня это половинки грецкого ореха и веточка укропа. Свежая полезная закуска точно украсит ваш стол. Вот такая нарядная, вкусная и быстрая закуска у нас получилась. Вот такая вот нарядная, вкусная и быстрая закуска у нас получилась. Это замечательное блюдо для праздничного стола. Смотрится нарядно и необычно. А теперь давайте приготовим закуску с селедкой в необычной подаче. Этот салат-закуска прост в исполнении и не требует сложных ингредиентов. А на столе смотрится ярко и очень красиво. Давайте готовить. В глубокую емкость выкладываем запеченный картофель, натертый на крупной терке. Яйца сваренные вкрутую и тоже натертые на терке. И филе сельди, нарезанное мелкими кусочками. Добавляем кусочек плавленого сыра и сливочное масло. Все тщательно перемешиваем. Влажными чистыми руками сформируем шарики размером чуть больше грецкого ореха. И обваливаем их в укропе. Посмотрите, какая яркая аппетитная закуска у нас получилась. Такой салат-закуска, несомненно, вызовет восторг у гостей. Как внешним видом, так и вкусом. Это прекрасная, яркая и очень вкусная закуска на любой праздничный стол. Простой и быстрый рецепт маринования грибов-шампиньонов. Отличная закуска, как на каждый день. Да и на праздничном столе они хорошо смотрятся. Маринованные шампиньоны по этому рецепту готовятся очень быстро и просто. А вкус просто изумительный. Всем привет! Меня зовут Юля и вы на канале Simple Food. Давайте скорее попробуем замариновать шампиньоны за 5 минут. Ну или почти за 5. Конечно, желательно использовать мелкие шампиньоны. Но если у вас крупные, их нужно нарезать. Я сейчас покажу, как их правильно подготовить. У меня здесь примерно полкилограмма грибов, поэтому все пропорции будут именно для этого количества. Шкурку у таких шампиньонов я очищаю, так как они получаются более нежными. Но если грибы у вас мелкие, тогда достаточно просто хорошо промыть. Итак, очищенные шампиньоны разрезаем на 4 части. Так они лучше и быстрее замаринуются. Посмотрите, как у меня получилось. Нарезанные шампиньоны перекладываем в кастрюлю, где мы и будем их мариновать. Теперь подготовим чеснок для маринада. Я советую брать 7-8 средних зубчиков чеснока. Тогда вкус будет в меру пряным и пикантным. Зубчики придавливаем ножом. Очищаем от кожицы и нарезаем довольно мелко. Примерно так должно получиться. Теперь займемся маринадом. Нам понадобится 50 мл воды. 50 мл яблочного или виноградного уксуса. 50 мл растительного масла. У меня оливковое. 2 чайные ложки сахара. 2 чайные ложки соли. 2-3 лавровых листика. Разломайте их на мелкие кусочки. И 1-2 чайные ложки черного перца. Добавляем в маринад нарезанный чеснок и хорошо все перемешиваем. Все, наш маринад готов. Выливаем маринад в кастрюлю с шампиньонами и ставим кастрюлю на средний огонь. Вам покажется, что маринада мало. Но это не так. Грибы дополнительно дадут сок. Варим примерно 5 минут с момента закипания. В общем-то и все. Грибы остудим и можно наслаждаться. Переложите маринованные шампиньоны в банку. Закройте крышкой и храните в холодильнике около 2 недель. Можно есть сразу, как только грибы полностью остынут. Такие шампиньоны можно использовать в салатах. Можно подать с картофельным пюре или с мясом. Обязательно попробуйте приготовить. А теперь приготовим вкусные румяные рулетики из лаваша с курицей. Которые готовятся очень быстро, а продукты вам понадобятся самые простые. А как это вкусно! Отличный вариант закуски для праздничного стола. Для начала нарежем отварное куриное филе на небольшие кусочки. Чтобы удобно сложить его в чашу блендера. Теперь нам нужно очень хорошо измельчить филе в блендере. Высыпаем измельченное мясо в емкость. Натираем сыр на крупную терку и добавляем к филе. И теперь заправляем. Вы можете использовать майонез, но я использую свою любимую заправку. Сметана, горчица, соль и перец. Все хорошо перемешиваем и начинка готова. Выкладываем начинку на лаваш и равномерно распределяем. Накрываем сверху еще одним листом лаваша. Накладываем вторую половину начинки. И снова накрываем еще одним листом. Скручиваем рулет и даем ему пропитаться минут 10. Теперь нарезаем рулет на порционные кусочки шириной 3-4 см. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла. И выкладываем кусочки срезом вниз. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Вот и все. Шикарная закуска, перекус или завтрак готов. Особенно вкусные эти рулетики в горячем виде. Но и когда остынут, они тоже очень вкусные. И еще хочу показать одну очень интересную закуску под названием мясная шпажка. На самом деле это просто вариант подачи мясной нарезки. На шпажку нанизываем разные виды мяса и выкладываем на тарелку. Очень удобная порционная форма подачи. Просто и оригинально. Такая закуска точно украсит ваш стол. А если вы хотите приготовить мясную нарезку сами, тогда напоминаю рецепт потрясающей куриной пастермы. Вкуснее любой колбасы и в магазине вы такое точно не найдете мяса. А готовиться проще простого. Очень многие уже оценили эту закуску. Ссылочку на рецепт оставлю внизу под видео. Если пропустили, посмотрите. Как всегда жду ваши отзывы в комментариях. Готовьте и делитесь впечатлениями. Я желаю вам праздничного настроения и волшебной подготовки к Новому году. До новых встреч. Пока-пока.